Приветствую тебя дорогой зритель! Прогресс не стоит на месте и компания Blackview решила создать еще один противоударный смартфон. Это новинка Blackview BV8900. Смартфон, который возможно вас заинтересует и я готов поделиться предобзором. В данном смартфоне улучшили прочность и защиту, скорость работы, а также улучшили камеры. Модель доступна в трех цветах. Основной черный, есть еще зеленый и оранжевый. Монолитный корпус собран из качественных материалов, по краям закреплены пластины из алюминия, а для смягчения при падении находятся резиновые протекторы. Все кнопки, включая лоток с сим-картами, также выполнены из сплава алюминия. Диагональ экрана 6,5 дюймов, Full HD+, IPS-матрица и экран защищает Горнин Горилла Глаз уже не шестого, а седьмого поколения. Основной модуль камеры на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, что здорово для противоударника. Второй модуль это, внимание, тепловизор, а третий – вспомогательный модуль для тепловизора. Прочность смартфона рассчитана на все случаи жизни, так как он защищен по стандарту IP68, IP69K и даже может находиться на глубине полтора метра до 30 минут. Емкость встроенного аккумулятора 10 380, и только представьте, от одной зарядки он способен проработать до 45 дней в режиме ожидания. Заряжается такой аккумулятор быстрой зарядкой на 33 Вт, 30% за 30 минут, 50% за час 11, а полный заряд восстанавливается за 3 часа и 40 минут. Сердцем смартфона служит восьмиядерный процессор Mediatek Helio P90. У смартфона 8 гигабайт оперативной, 256 встроенных и оперативку за счет встроенной можно расширить до 16 гигабайт, 8 плюс 8. В Antutu набирает 254 156. Теперь немного о тепловизоре. Если его использовать, то именно так будет выглядеть дом. Показываются те участки, которые больше всего излучают тепло. Конечно же это не какое-то ноу-хау. Есть модели, в которых данный тепловизор также присутствует, но их не так уж и много, поэтому очередная новинка с данным тепловизором, причем здесь установлен один из лучших среди бюджетного класса тепловизор и однозначно это не игрушка, а поможет облегчить решение поисковых задач даже в самых суровых условиях, например когда темно или же когда задымленное помещение. Также помогает в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве или же даже в ремонте телефонов. Да-да ребята, если сильно перегревается какая-то деталь, с помощью данного тепловизора с легкостью можно это обнаружить. Также встроенная система охлаждения позволяет снизить температуру к минимуму. Выше 43 смартфон не нагревается. Динамик здесь один, но громкий. Ниже лотка с сим-картами имеется программируемая кнопка. Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку питания, также есть разблокировка по лицу. А благодаря встроенному режиму в перчатках станет проще работать с сенсорным экраном. Конечно же есть встроенный NFC, полноценная навигационная система с поддержкой всех типов спутника и так называемый ящик с полезными инструментами, включая барометр. Смартфон работает под управлением 13 андроида на оболочке от Blackview до QoS 3.1. Комплектация у смартфона стандартная. Кабель для зарядки USB Type-C с блоком питания на 33 ватта, инструкция и специальный медиатор для извлечения лотка с сим-картами. Кстати лоток с сим-картами поддерживает либо две наносим-карты, либо карту памяти и одну сим-карту. Карту памяти поддерживает до 1 терабайта. На данный момент на сайте Алиэкспресс смартфон купить нельзя, можно лишь добавить в корзину, что я вам и советую, если вам понравилась данная новинка. Его цена составляет 259 долларов, но с 12 числа, когда стартует его мировая премьера, его можно будет приобрести в течение 5 дней по цене, даже возможно за 237 долларов со всеми купонами. Подведя итоги предобзора могу сказать, что информацией я с вами поделился, а также то, что нужно добавить в корзину. Ну а уже решение за вами, ссылка есть в описании, в закрепленном комментарии и в подсказках. До встречи в новых видеопроектах, с вами был Сергей, пока!